Всем привет, с вами Диоданцы, у нас 13 серия прохождения Age of Empires 3. Напоминаю, что наша задача это спасти на Некки от коварных британцев, которые, собственно говоря, пытаются уничтожить бедных индейцев. Кстати, у меня игра почему-то очень сильно подлагивает, но надеюсь, это из-за того, что я записываю, и в скором времени пройдет. В общем, мы чем с вами занимаемся? Постепенно собираем армию, готовимся к нападению. Тут у нас уже появляются дополнительные мушкетеры. Радует один факт, что британцы не проявляют никакой агрессии и не торопятся на нас напасть. Но это не означает, что мы будем такими же мирными ребятами. Более того, мне, наверное, сейчас понадобится построить литейный завод. Все-таки без пушек штурмовать вражеский город. Это плохая идея, на мой взгляд. И посмотрим, запись-то у меня идет. Да, запись идет. И, как обычно, как только я отальт табаюсь, моментально слетают настройки звука. Это уже наша старая добрая традиция. Так, ну что ж. Сколько у нас человек? 16? Всего 16? Да, всего 16 мушкетеров и 8 егерей. Хотя егерь, в принципе, тоже это неплохой юнит для борьбы с постройками. Здесь у противника только, получается, две заставы. То есть нет ни фартов, ничего другого. Вызываем подкрепление из метрополии. Это у нас будет золото. Ну и ждем тогда постройки. Ждем постройки литейного завода постепенно. Я бы еще хотел, знаете, захватить вот этих вот ребят. Но, по ходу дела, я смогу только расстрелять. Бедного священника, да? Ладно, не будем мы его расстреливать. Парень убегает. Я не хочу. Фальконет недоступен до следующей эпохи 3. А следующая эпоха 3, это нам потребуется 1000... О, ребята, по ходу мне придется воевать без фальконетов. Также отсутствует жилье. Собственно, попробуем построить. А так, и где мое золотишко, когда оно уже прибудет? А вот и золото. Собственно, туда сразу же отправляются на проселенец, чтобы забирать эти припасы. Странно, почему игра так сильно лагает? Я, если честно, не понимаю. Вроде бы, вроде бы, включил все как по старинке. Странно. Ладно, мушкетер, отсутствует жилье. У нас будет еще 10 человек. Так, далее, золото хватает. С пищей ситуация немножко попечальнее. А древесина-то требуется для него? Нет, древесина не требуется. Ну, можно пойти в пикинеров. На самый крайний случай, да? Средневековый тяжелый пехотинец используется против кавалерии. И построек, кстати. Против построек. Странное решение, если честно. Ну, давайте крайнего пикинера. И, кстати, британцы перестали атаковать наше поселение. Но тут осталось совсем немного-то юнитов. Поэтому давайте подхилим оставшиеся. И уже стоять будем непосредственно рядом с погранзаставой. Здесь вызывать мы кого будем. Отсутствует жилье пока что. Ну, значит, выберем древесину. А вот и британцы. Ну, надеюсь, что смогут они отстоять. Какие у нас задания? Соберите армию, атакуйте британцев с юга. Ну, пошли. Так, ну, значит, торопимся. Уже потопали-потопали. Пора нам уничтожать, во-первых, ворота. И там уже дальше будем бороться непосредственно с пограничными заставами врага. А где у нас пикинёры? Пикинёры собираются и пошла движуха. Так, ворота как себя чувствуют? Ворота постепенно начинаем закидывать. Так, также часть отрядов у нас будет сейчас бороться с вражескими пехотинцами. Ворота почти уничтожены. А вот и пикинёры. Пикинёры сразу же отправляются воевать с погранзаставой. И ворота... Ворота пали. Всё, замечательно. Переходим к наступлению на погранзаставу. Как мы здесь атаку отбили? Ой, бедная Нанаки. Нанаки, господи, Нанеки... Продолжаем атаковать. Нанеки, это же из Ведьмака, если мне память не изменяет. Да, это из Ведьмака. Там была жрица такая, которая его спасала много раз. Так, ну и что? Мы построим ещё, наверное, дополнительный дом. Вот таким вот образом. И пикинёры пошли уничтожать... Кстати, а там у нас ещё и английские лучники. С ними тоже надо разбираться. Застава падает постепенно. Очень хорошо. Мы же продолжаем набор пикинёров. Отлично. Всё, застава уничтожена. И теперь мы приступаем к зачистке самого поселения. А что там ещё у нас? Соберите армию, атакуйте британцев всю... Ну, я атаковал. Или нам понадобится уничтожать городскую праву? То есть, может быть, от нас искусственный интеллект требует именно этого. Тут, посмотрите, выглядит, как вообще расстрел. Расстрельная команда в таком духе работает. А залётный английский... Жалко священника, но, по крайней мере, он даёт 20 опыта. Что тоже неплохо. Ну и приступаем уже непосредственно к зачистке поселения. Сколько у нас здесь ребят работает? Восемь человек, а как раз двоечка подойдёт очень вовремя. И кто там у нас пытается сопротивляться-то с нами, а, дружище? Вот тебе выстрел. Всё, минус 10. Замечательно. Жалко британцев. Я уже об этом говорил, но... Круг Оссуса всё-таки хочет превозмогать по отношению к нам. Ну и всё, приступаем к зачистке самой городской управы. Появляются дополнительные пикинёры. А вызовем мы, наверное, себе продовольствие. Да, пищи на данный момент не хватает. Так, уничтожьте все постройки британцев, чтобы воссоединить коньяки и Нанаки. Заключите мирное соглашение с иракезами. Ну, заключать я, наверное, не буду. Городская управа практически полностью упала. Кстати, там ещё осталась городская... Ой, пардон, застава пограничная. Мне непонятно только одно, почему у меня открылась карта. Кстати, теперь идём уничтожать погранзаставу, потому что она тут начинает уже очень агрессивно действовать. Пища у меня не появилась, я так понимаю, да? Значит, придётся подождать поставок припасов. И погранзастава постепенно падает. Может быть, не знаю, то ли игра баганула, то ли ещё чего. А, кстати, Нанаки, она же может хилить, да. Но, правда, нам придётся разрушать ворота. Времени на это особо-то и нет. Ну, давайте потратим немного времени. Зачистим окончательно ворота. Появляются у нас припасы. Древесина. Древесина тоже есть. Ну, и новые пикинёры. Кстати, достойная замена, на мой взгляд, остальным войскам. Всё, уничтожили мы, в том числе, мельницу. И вызовем уланов тогда. Почему бы и нет? А в литейном заводе можно нанимать гренадёров. Но тут, видите, у нас избыток жилья, насколько я понимаю. Разрушили ворота. И где Нанаки? Вот, Нанаки. Ну, давай ты подхилишь мои войска, которые пострадали, пока тебя пытались освободить. Ну, тут уже идёт методичное истребление британских войск. Собственно, ничего такого мега-интересного не происходит. Ну, и же в Эмпайрс 3, в плане прохождения, она довольно интересная. Здесь, знаете, хотя бы сюжет немножко банальный, но такой, со своей изюминкой. А что не нравится, это, что постоянно приходится отстраивать базу. Вот это я не люблю. То есть, постоянные методичные, однообразные действия, которые мне, если честно, уже осточертели. С другой стороны, я говорил, что та концепция стратегии, а, допустим, тот же самый Вархаммер 40 тысяч, Даун оф Вар 2, когда тебе просто сразу дают юнитов. Но она с одной стороны хороша, с другой нет. Это кто такой Джозеф Бороу? Исследователь. Английский, кстати. Ну и что, мы все постройки практически уничтожили, осталась последняя погранзастава. И тут еще что? Тут вроде бы больше ничего там у нас и не осталось. Бедному Улану там сносят все здоровье. Ну, то есть, хотя, с другой стороны, нам периодически дают сразу же войска, и потом я занимаюсь зачисткой, это тоже неплохо. Отличная работа. Ну все, миссия выполнена, насколько я понимаю, да? Да, мы одержали победу. Ну, такая прусненькая миссия. Все-таки самый, самый хард был, когда я защищал храмы ацтеков, от испанцев. Это было действительно тяжело. А так сейчас просто методично биваем врага воссоединение. Да, непонятно, почему лаги. Наверное, потом я перезапущу компьютер. Может быть, это связано с тем, что он уже два дня работает без перерыва. Уорвику не нужно меня искать. Я сам иду к нему. Понятно. В это время в лагере Уорвика. Такое имя смешное. Такой развернулся. Значит, мы все-таки выкурили лиса из норы. Приведите себя в порядок, капитан. У меня для вас есть поручение. Отвезите его дядю в западный форт. Перед смертью он расскажет мне, где находится источник молодости. И все ради источника молодости? Господи, ребята, мы же его уничтожили вроде бы. Давайте, в общем, команду два хирурга себе выберем. Какой смысл от этого источника молодости? Ну ладно, война. Семилетняя война начата, и французы и англичанам готовы перегрызть друг другу глотки. Однако главная задача Джона — найти Уорвика, похитившего его дядю Стюарта. Я скучала по тебе, Джона. Ты уже рассказала о нас брату? Нет, не сейчас. Мы дождемся мирных времен. Тогда он примет наш союз. Французы начали войну с англичанами. Твое племя может попасть под огонь. Что же нам делать? Лучше уж французы, чем Уорвика. Французам нельзя доверять. Никому нельзя. Светает. Пойдем, поглядим на этих французов. Похоже, этим французам не помешает наша помощь. Надо помочь им отбросить англичан сзади. Отлично. Слушайте, значит, мы еще и с французами объединяемся. Так. Будем стрелять по... И в первую очередь надо с фальконетом разобраться. А этот товарищ у нас... Слушайте, ну игра реально безбожно лагает. Прошу меня простить, ребята. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы и геймпустер стоит. То есть никаких поводов для лагов я, если честно, не вижу. Но с фальконетом мы разобрались. К сожалению, потеряли своих уланов. Но это, думаю, было бы неизбежно. Тут еще у нас иракезы, и метатели тамагавков объявляются. Ну, и попробуем зачистить остатки британской армии. Нанимать я никого не могу, получается. Да, литейные заводы принадлежат французам. Я здесь ничего сделать не могу. Так, а давайте улана в первую очередь замочим. Бах, все, готов. И в остальном стреляем по фальконету. Хотя, по-моему, фальконет выбрал для цели нашего... Да, Джона Блэка. Ну все, теперь уже нам ничего не страшно. Интересно, выживет этот парень или нет? Выживет, выживет, отлично. Благодарю за помощь. Присоединяйтесь к нам и помогите разгромить англичан. Чтобы разбить англичан, нужно уничтожить все форты на их стороне реки. Найдите, уничтожьте штаб британского форта. Ну, знаете, что радует? Что, по крайней мере, нам ничего не надо строить. Это уже хорошо. Так, что у нас здесь? Мушкетер, застрельщик, ветеран. Ну, наверное, по стандарту пойдем мушкетеров. Вызовем себе тоже подкрепление в виде тех же самых мушкетеров. У нас, кстати, третья эпоха, это уже хорошо. И в первую очередь нам понадобится построить мельницу, наверное, да? Да, построим мельницу, наймем побольше. О, смотрите-ка. Давайте тогда вызовем себе семь застрельщиков. Вот таким вот образом. И британцы, британцы уже в центре деревни. Тут, посмотрите, сам Горец. Кто же победит? Горец, кстати, неплох. Горец очень хорошо борется с противником. В общем, у нас объявляются новые мушкетеры. И надо добить британского. Используем способности агентов. А вот и, собственно, нам подкрепление. Рокес-метатель там о гавках. И новые... А это кто такие? Рокеский ментолет. Монтолет. Слушайте, а у противника там уже застава. То есть нам пока что соваться на другую сторону ни в коем случае нельзя. Нас сразу же опрокинут. Но, значит, у нас план будет прежний. Сейчас построим себе побольше поселенцев. Тут я могу идти в улучшение. Да, рядовой посев. Наша задача, в общем, сейчас склепать огромное количество еды, древесины. И потом уже можно противника, в принципе, задавить самыми обычными пикинерами. Мушкетеров будем призывать уже чисто как формальное подкрепление. Ну и радует, что британцы не атакуют с другой стороны реки. Хотя, может быть, это все временно. Поэтому давайте застрельщиков-ветеранов туда переведем на всякий... Хотя, мне, по сути, без разницы, если честно, да? То есть, там не наши постройки. И будь с ними, что будет. Найдите, возьмите под свой контроль единственный торговый путь. Найдем, конечно же, куда мы денемся. И сейчас, вот, вызываем себе двух поселенцев. Да? Вызвал. Замечательно. И поселенец... Поселенец, что он будет делать у нас? Он идет добывать древесину. Да. А также у нас есть возможность плантацию построить. Этого делать я не буду. Арсенал тоже. Литейный завод-то у нас есть. О, конюшни. Это Вагенбург, ветеран. Что это такое? Жилье 3. Вооруженный немецкий фургон на конной тяге. Ха. Интересная штука. Кулеврины. Используется против артиллерии противника? Нет. Мы себе лучше фальконета. Для него требуется золото. Призвать я смогу еще не скоро. Ну, ждем появления поселенцев. Давайте вы, дружище, отправитесь. Сами добывать золото. Медленно, но верно. Я думаю, золотишко нам накапает. По-прежнему английские лучники-ветераны какие-то залетные. Вы же знаете, из миссии в миссии постоянно к нам приходят. Но вот сейчас... Давай усиленный выстрел и все. 10 опыта у нас появляется в копилку. Замечательно. С другой стороны, у нас тут неплохая армия. Но не хочется мне терять именно мушкетеров. Придется проникнуть в форт и уничтожить здание штаба. А форт у них тут неплохой, я вам могу сказать. Тут у нас еще и рынок. Но, наверное, попытаемся с этой стороны. Здесь все-таки менее защищены. Так, что у нас требуется для Кулеврины? Точнее, для фальконета. 100 древесины и 400 золотых. А ополчение собрать сколько стоит? 150 золотых. Давайте призовем ополченцев. Тоже, знаете, такой расходный материал будет. Отлично, ополченцы. Что у них там с атакой? Рукопашная атака 13. Стрелковая атака 26. Стоп, а у мушкетера сколько? А у мушкетера 23 атака. Но осадная побольше, да? То есть ополченцы это такие неплохие стрелки. В следующий раз мы, наверное, призовем себе уже двух хирургов, чтобы немного подхилить наши войска. Ну, тут Ракеза неплохо так справляется. Мантолет этот хорошо действует. Ну, и клепаем еще четырех поселенцев. Думаю, их хватит. Всех отправим на рудники. Сколько денежек здесь? 1511 золотых. Это хорошо. И опять мы произвели расстрел. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Ждем. К сожалению, нельзя в этой игре, судя по всему, ускорять время. Это, конечно же, большая печаль. Так, вы, конечно же, знаете, как это было очень удобно в Аноу-1404. А здесь, смотрите-ка, уже большой отряд противника. Ой-ой-ой, ополченцам-то как досталось. Так, с кулевриной разобрались. Теперь постепенно расстреливаем врага. Ну и вызываем наших полевых хирургов. Замечательно. Ну и, слушайте, походу эти манталеты идут у нас сейчас против застав, да? Им необходима поддержка. Так и есть. Давайте поможем, потому что... Ну чего так зря терять войска-то? И уже потом... Постепенно у нас появится кулеврина. Тем более, что вражеские заставы, они фокусируются именно на манталетах. Я, в принципе, могу практически безнаказанно расстреливать вражеские постройки. Так, ну эти ребята у нас идут строить и копать на руднике. Британцы присылают подкрепление. Так, надо с ними разобраться. И потом уже перейдем дополнительным погранзаставам. Используем способность. Ба! Готов. Второй готов, все готовы. Так, ну и все. Добиваем тут противника. Появляется у нас кулеврина? Нет, кулеврины нет. Значит, остатки идут добывать древесину. А как зайти в этот форт? Один вопрос. Там еще, видите, пограничная застава постоянно настреливает. И, к сожалению, она находится, по сути, в недосягаемости, да? Ну, значит, пойдем дальше. И вот наша кулеврина. Ой, не кулеврина, все, я путаю. Фальконет, пардон. Там еще и пушка противника. Надо быть очень аккуратными. Вот вражеская застава. Но я надеюсь, что здесь нету противника таких больших армий. Иначе, иначе мне тут надают знатного леща. Все, приступаем к разрушению погранзаставы. И вызываем себе... Нет, отряд ланскнехтов. Это немножко не то. Я лучше пойду в казармы-то есть у нас? Да, казармы есть. И сюда уже пойдут наши самые обычные пикинеры. Значит, всех ребят, которые добывали у нас руду, мы отправляем на добычу древесины. А ставка будет сделана... На пикинеров. Ну, тут уже начинается фактически гражданское противостояние. Приступаем к разрушению всех построек. Могу вызвать подкрепление. Давайте тоже кулеврину одну. Тем более, что она фактически бесплатная. То есть только за счет опыта. Это тоже неплохо. А беда в том, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вражеский фальконет. Объявился тут у нас. Так, добиваем его. Ну и все. А там еще, смотрите, застава. Ой, не застава, а городское управо. Ладно, возвращаемся обратно. Друзья, тогда, наверное, продолжим наше прохождение уже в следующей серии. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых выпусков. Всем пока-пока.